заходим кто там шуршит шуршим быстренько моя мама так говорила шуршим быстренько так ну хорошо все нормально микрофон не шумит вроде как вот мне было самое главное объяснить вот эти вот две вещи ваше качество жизни ваша ответственность за вашу осознанность то есть каждый день каждое мгновение вашей жизни вы принимаете решение осознанное или неосознанное зависит только от вас то есть задумываетесь вы об этом или нет вы принимаете решение как воспринимать мир и как воспринимать себя потому что так еще понятно вы решаете либо воспринимать мир как это опасное это нечто опасное В общем, весь мир и каждое существо снаружи. Либо это другое я, и тогда мне интересно, кто этот я, как он живет, чем он живет, что у него внутри. И рождаются всем другие чувства. Однако есть такой умение, что когда мы смотрим в зеркало, и если мы воспринимаем весь мир как опасность, мы смотрим в зеркало, мы себя снаружи видим. И мы видим себя как опасность. То есть смотрим в зеркало, коленки кривые, грудь первого размера. А не так, интересно, какой у тебя внутренний мир? С утра, да, так? Просыпаемся, и вместо того, чтобы «О, Боже! Опять! Так, надо проснуться!» То видите себя в зеркале, и у вас любопытство и интерес. Что у тебя там внутри творится с утра, Наташа? И вот все остальное, что я буду говорить, я буду нанизывать на ваш осознанный или неосознанный, но ваш выбор. Как воспринимать мир? Либо как это опасное место, опасные существа, это нечто снаружи, не я, то есть враг. Либо это другой, я тогда, мне интересно, любопытно. И тогда, даже испытывая страх, ну любопытство, знаете, детское любопытство, страшно. У нас была такая штука, мы залезали на трубы, и вот, например, здесь труба, а прыгать надо. Это, блин, вот здесь стояла такая железяка, турник. И вот с этой трубы надо было прыгнуть на этот турник, очень было жутко страшно. Нормально, все дети прыгают, я стою такая, а если они допрыгнут, тяжело, телесно, все зажимается, я боюсь. Но любопытство такая вещь, я думаю, ладно, упаду, упаду, прыгнула, схватилась, круто. То есть способность рисковать рождается из того, что любопытство пересиливает ваш страх. И тут начинается самое интересное. Новый опыт. А-а-а, офигеть, у меня получается уверенность в себе и много разных вещей. Поэтому все, что дальше я буду говорить, я буду каждый раз снова и снова повторяться много раз. Вы сами каждый момент жизни выбираете, как воспринимать себя и внешний мир. Либо как врага и опасность, либо как другого себя. И тогда интересно, любопытно, настолько любопытно, что даже если эта опасность на меня наваливается, и что-то мне там говорит, мне все еще интересно, что у тебя там, что у тебя там так болит, что ты там чувствуешь, ну скажи, ну скажи, ну скажи. Значит, закапывайтесь тогда человека. Он уже говорит, ну все, достала, ну хорошо, 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 я тебя люблю, да. И мы такие, о, о, и что с этим делать теперь? Любопытство позволяет вам снова и снова, снова выходить за рамки возможного. За рамки границ, с которой вы все время, то есть вы сделали шаг, да, достали человека, он говорит, ну хорошо, я тебя люблю, ну все, довольна, да. Вы такие, то есть можно сказать, ну не этого ответа я ждала, да, или там, ну это я рада за тебя, и до свидания. Либо можно рискнуть, и опять включается любопытство. Но здесь, как у любого наркотика, есть момент и точка привыкания, правильно? Адреналин каждый раз, когда мы рискуем. Еще раз, еще раз выйти за границу. Ум, классно, супер, вообще, обалденно, вау. И мы замечаем, что мы находимся снова и снова, снова, снова в эмоциональном таком, не знаю, как сказать, не экстазе, но все время, все время эмоции, 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 эмоции. Да. От одного всплеска до другого. Фу, 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 фу. И если при этом моменте вот у вас есть любопытство, и вы двигаетесь за границы своего возможного, вы раскрываете новые сферы, даже когда вам страшно, вам настолько интересно, что не настолько-то оно уже и страшно. И если при этом вы не способны остановиться и чувствовать умиротворение, легкость, радость, видеть красоту, испытывать нежность между этими всплесками, что эти всплески должны быть, между ними не должно быть такого разрыва, как это. Вот здесь всплеск, и здесь всплеск, еще чаще, 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 чаще. Если вы способны некоторое время, у каждого оно свое, да, день, два, у некоторых там неделю, просто находиться наедине с собой, и это не причиняет дискомфортов, такого, что внутри что-то чешется, ну я же уже привыкла на адреналине и эмоциях. Когда можно просто посидеть сами с собой, порисовать, послушать музыку, не носиться с этим, да, любопытством, аж руки дрожат, нужно преодолеть свои границы. Да, только тогда я чувствую смысл жизни. Да, новое, 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 еще, 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 еще. Когда вы можете нормально, спокойно уединиться, слушать музыку, рисовать, не знаю, идти по улице в наушниках, хоть шесть часов по улицам, это того кайфа, вы не расширяете там границы невозможного, вы наслаждаетесь моментом. Потому что так же самое в наслаждении моментом можно уйти в такой же наркотик, как и в преодолении страха. То есть, все классно, я наслаждаюсь еще, еще, это чего было. Пауза, пациент, пожалуйста, на паузу на чеку, у меня есть несколько объявлений. Пауза. Ну, в общем, не важно, ладно. Первое, уборка, ребят, убирайте за собой, пожалуйста, мы не сменим. Я раз убрался, второй раз убрался. Больше такого не повторится, я сейчас порядок навожу, и чтобы этот порядок поддерживать. Это первый момент. Второй момент. Хотите чайку попить, нехто натолпиться на кухне, ездить в зеркальный сал. Взяли, навели, посидели. Другой момент. Кто остается здесь ночевкой? Поднимите руку. Мне хотя бы ориентироваться на количество людей. Раз, два, три, четыре. Все? Все. Спасибо за внимание. Вот, это мочок. Тишина такая. Кромический волокон. Так. Настоящий момент. Да. И вот на этом настоящий моменте точно так же можно присесть на наркотик, как и на адреналине и риск одного. Вообще тоже обалденно. Все, классно. Я теперь с утра до вечера только и делаю, что сижу, слушаю музыку, рисую, хожу там на море, там еще что-то. И все время это такое умиротворение, и все так оно затихает. И все классно. Но все, наверное, на самом деле становится хорошо, да? Потому что, ну, умиротворение, это же круто. Это такое глубинное спокойствие. Там кто-то кричит. Не волнует. Там кто-то претензии высказывает. Не волнует. Приходите домой, жена орет. Не волнует. Замечаете, это резко переходит, не резко, а медленно. Переходит от умиротворения к «мне все равно, мне это не волнует». Да, впускает, оно просто есть. Да. И вы перестаете взаимодействовать с внешним миром. Вы говорите, ну, хорошо, внешний мир просто есть. Есть я. Эй, мы же одно. Одно яблоко. То есть и в ту сторону, и в ту сторону можно подсесть на наркотик. Поэтому есть просто проверочные моменты этого всего, да. Вот проверочный момент, когда у вас такой азарт, и вы все время, все время переступаете эту границу. Риск, риск, новое любопытство, интерес, новые люди, все. Неспособность остановиться, замереть и уйти в состояние покоя. Потому что только уходишь в состояние покоя, ну, нужно кого-то, нужно кому-то позвонить, нужно кому-то там встретиться, поехать куда-то. О, есть деньги, я поеду вот туда-то, точно. Ой, надо еще пригласить. Тух-тух-тух-тух-тух. И снова-снова-снова в этом адреналине. Все, вы на своем месте, у вас зона комфорта вот здесь. И другой момент, когда умиротворение превращается, оно просто есть, это все просто существует, да, хорошо, я это принимаю, окей, да, но меня это уже не волнует, и это меня не волнует. Умиротворение, это никогда вас больше не волнует ничего, что происходит снаружи, что раньше вам приносило дискомфорт, да? Раньше вам это приносило дискомфорт, обижала, раздражала, вы услышали упреки, претензии. Сейчас вы упали в глубинное умиротворение, и это все больше никак вас не задевает. Э-э-э, дело не в том, что вас это не задевает. Из этого умиротворения вы очень четко способны понимать, почему это происходит, или способны подойти и спросить, что человек чувствует, чтобы поинтересоваться и понять, почему так происходит. И в этом умиротворении вместо вот этого вот такого, ну хорошо, да, оно все имеет право насуществовать. Я эти фразы говорю, которые я доставала из диалогов с другими людьми, ну не так, от фонаря. Позволь всему происходить. Да, позволь всему происходить. Просто река течет, а ты просто вместе с ней течешь. Я говорю, да, отлично. А чего ты хочешь в жизни? А зачем хотеть? Я говорю, хорошо, зачем ты сюда приехал? Я просто приехал пообщаться. Я говорю, я рада. А для чего? Ну неужели ты не можешь просто посидеть и понаслаждаться? Одно, ну то есть, когда одно исключает другое, это начинаются траблы, потому что вот в этом умиротворении резко падает способность коммуникации, падает любопытство. Вот любопытство и интерес, представьте, ну вот для меня в моей карте мира это базовая такая штука, без которой ничего не хочется, ничего не интересно, целей. Ну вот сейчас чувствуешь такую глубину блаженства, умиротворения, счастья, радости, я даже не знаю, как это словами называть, да? И если без любопытства и интереса, то это просто горящая лампочка такая, она просто сияет, и все. Она просто сияет, и больше ничего не интересно. Никаких желаний, никаких целей. Амебообразное состояние. Да, амебообразное состояние. И прикол в том, что это умиротворение, оно уже как бы вот лишено такого оттенка торжества. Да, вот когда глаза горят. Радости. Это же умиротворение, какая радость и торжество. Это же просто великая глубинная самадхи. Я ничего не говорю против. Это очень охренительно круто. Но его же нужно соединять с бытовой жизнью, правильно? А то смысл. То есть я дома сижу, все так умиротворительно, все классно. Звонит звонок. Да, надо выходить, все круто. Еду на работу, захожу в маршрутку. Ну, они просто существуют. Это откуда? Это с какой оперы? Они хорошо. Ну, то есть, нельзя же раздражаться. Нельзя злиться. Нельзя уже, раз я чувствую такую глубину умиротворения, просто нельзя в людях видеть какое-то плохое. Заходишь, внутри оно тебя раздражает, стыд нельзя. Это такое. И рождается презрение. Великолепно такое, высокомерное презрение. Ну, они просто существуют. Конечно. Я позволяю вам просто быть. И так, если послушать, то на каждом шагу как будто есть всякие ловушки. Невозможно нормально расслабиться, вот впасть в это состояние. И чтобы все автоматизировалось. Знаете, вот я нажала на эту кнопку, все автоматизировалось, стало круто по своим местам. Я только сижу и балдею. Наконец-то я расслабилась. Все. Теперь больше не нужно ни осознавать, ни принимать решения, ни делать выборов, ни задумываться, размышлять даже не надо. Теперь же можно полностью расслабиться. Фишка в том, что игра заключается, вот для меня, например, вы же игрок, да? Вот если вы игрок, все мы играли в какие-нибудь игры на приставке, в компьютере, да даже вот на доске. Знаете, старые игры, там бросаешь кубик, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Игрок все время делает выбор. Да, он может сесть на своем месте и 10 тысяч лет не вставать с этого места. Он делает такой выбор. Вот он проживает этот опыт. Но вы все равно делаете этот выбор, вы принимаете это решение. Вы принимаете решение, например, не взаимодействовать с этой частью социума, не взаимодействовать с этой сферой вселенной, а просто сесть и проживать, например, глубинное умиротворение 10 тысяч лет. Тогда у меня рождается интересный вопрос. С какой целью? Ну, на 10 тысяч лет умиротворения. Ну, это же с ума можно сойти, наверное. Хорошо. А вообще-то на занятии эксклюзивнее в пролежниках. На 10 тысяч лет, там все, мы все, наверное, в пролежниках будем. Всталенький зайти. Для меня в жизни очень важен этот акцент того, что вкус игры остается. Он не теряется. И для меня он построен на любопытстве и на интересе познавать, познавать и понимать, познавать и понимать. То есть как бы вот оно. Мне интересно, я иду туда познавать, я интересуюсь, я спрашиваю. И тут я стараюсь понять, прикольно, это же другая часть меня, это, в общем-то, другой я. Мне так интересно с самим собой общаться. Я приехал посмотреть на самого себя, потому что, в общем-то, я давно не видела себя. Так вот, это я к чему? А к тому, что каждый момент вы делаете осознанный выбор. Ну, вы можете этого не осознавать. Как-то надо по-другому сказать. Каждый момент вы принимаете решение, осознаете вы этого или нет. То есть хотите вы это осознавать или нет. Ну, конечно, если… Да, это я, это я выиграла миллион в лотерею, это я купила билет, да. Или оно как-то само произошло, я тут ни при чём, окно само разбилось. Я так просто стояла, курила, локтём что-то задела. Это вообще не оно, так как само происходит. Оно, да, прекрасное, страшное оно. Так вот, к чему я хочу перейти. То есть здесь вот главный акцент я хочу сделать на том, что мы каждый момент принимаем решение. А главное, мы принимаем решение о такой вещи, как задумываться об этом или не задумываться об этом. Потому что если мы не начинаем об этом задумываться, то вот дальше уже ничего не идёт. То есть либо я, ну как, что-то происходит внутри меня, да, я что-то чувствую. Я думаю, как бы, ну, если не думать об этом, то всё нормально. Ну реально, а чё париться? А так нами говорят обычно там, ну чё ты паришься, чё ты делаешь из мухи слона? Оставь это в покое. Ну ладно, точно, исправданно, чё я парюсь? Окей, какой-то слой вас где-то там существует, что там происходит, с вами случаются эмоции, с вами случаются чувства, у вас происходит агрессия, вы вообще здесь ни при чём. Вы обижаете, нет, нет, как, нет, я же не обижаюсь. Люди же просто существуют, они имеют право на существование, я в умиротворении. Просто есть часть меня, часть ума, которая смотрит на это и обижается. Великолепно. Суперски. Сброс ответственности на эту сторону. Супер, отлично. Но оно от этого никуда не девается. Реакция на зеркало никуда не девается, реакция на внешние раздражители, она же не девается от того, что вы перенаправили ответственность на ум. И вот здесь важный фактор, что вы всё время принимаете решение, задумываться об этом или нет. Задуматься об этом или нет. Задуматься, а тут вы снова принимаете решение, задумавшись размышлять над этим. или нет? И опять решение, размышляя, нужно ли это всё анализировать или нет? И опять нужно принимать. Понимаете, каждый момент, это же, ну, это напрягает, да? Каждый момент нужно принимать решение, чтобы вот задуматься, не задуматься, размышлять, понимать, не понимать, применять, не применять, комбинировать, ещё что-то делать, творить. А это как-то, ну, вот проще просто не задумываться и жить, тогда всё нормально. Всё само с собой происходит. Само собой с вами случается. Вы течете по реке, река с вами происходит. Вы просто рыба. А кто спорит? Сейчас. То есть я опять же не говорю, что моя карта мира одна единственная для всех, и нужно ее всем впечатать. Я просто говорю, что я вот так вот живу. Но для меня интерес именно в понимании, в познании других своих частей. Мне понравилось, как Юля написала заметку. И там, как ты говорила, если бы была возможность делать все, что угодно, да? А, типа ты попал на другую планету, где другие условия жизни. То есть ты можешь делать все то, что ты хочешь, но здесь ты это не делаешь по каким-то обстоятельствам. То есть как бы я себя вела, как бы я это чувствовала. Я села такая, прочитала заметку, думаю, прикольно. Надо подумать, что бы я делала. И такая предполагаю, ну, наверное, я бы там сидела, там, и рисовала, или музыку сочиняла. Ну, что я обычно для себя решала? Вот я бы это сделаю, когда там приеду, я закончу с книжкой, там, все это сделаю, видео сниму. И вот так, да. А оказалось совсем не это. Я бы думала, если бы я так оказалась на другой планете, я бы больше общалась с людьми, с другими существами. Я бы, я думаю, уууу, как все запущено. Так вот, я же это и делаю, по сути. Очень важный момент. Мы один раз задумываемся о том, чего мы хотим или не хотим, и когда мы это сделаем. И как будто вот оставляем это решение, этот вывод, вот как будто он единственный, и он больше никогда не изменится. Да ладно, у нас каждый день меняется. Вы утром смотрите на себя в зеркало, какая красотка. Следующее утро просыпаетесь, ой, боже мой. Даже за сутки меняется ваша реакция перед зеркалом. А что говорить о ваших выводах? О выводах о том, чего вы хотите или не хотите. То есть я одно время делала вывод. То есть вот я закончу тур, я приду, сяну, буду рисовать, гулять на море. Вот поеду в Одессу, буду гулять на море. Вот хрен за твою буду гулять на море. Я думаю, ну классно, сейчас это сделаю. Так параллельно рисую что-то там у себя в блокнотике, что-то записываю. Да, ну вот потом приеду, это все сделаю. А сейчас я вижу, мой интерес изменился. Каждый раз, узнавая новых и новых людей на встрече, я понимаю, а фонарить, да ладно рисовать, тут столько интересного. И мой интерес, мой приоритет изменился. Мы все время меняемся. Наши внутренние приоритеты, понимание, осознавание, убеждение. Все это меняется каждый момент нашей жизни. И вот тут мы делаем выбор, задумываться или не задумываться. Решаем, задумываться или нет. А потом задуматься о том, быть может. Быть может, стоит получить, знаете, этот апдейт. Windows постоянно запрашивает, апдейт меня, ну наконец-то, ну обновим. 42 обновления, думаешь, ёптек. Мы все время меняемся. У нас все время идут онлайн обновления. А вот решаем ли мы задумываться о том, что в нас меняется. И быть может, наши приоритеты уже изменились. Быть может, мы уже что-то другого хотим. Это и определяет, насколько эффективно, просто и быстро мы осознаем, понимаем себя. И тут же применяем это в нашей бытовой жизни. Для меня все, вот что я говорю, оно основано на том, что оно внедрено у меня в бытовую жизнь. В туалете, утром чистишь жжу, зубы просыпаешься, купаешься, сидишь в контакте. Все, что я говорю, пропитано у меня, оно пропитывает мою бытовую жизнь. И для меня именно это главный показатель, потому что это хорошо. У нас есть духовная жизнь. Великолепно, никто не смотрит. Здесь бытовая жизнь, непонятная, странная бытовая жизнь, которая в общем-то является фоном. А духовная жизнь занимает моменты. Заработал денег, поехал на сатсанг. Две недели, отлично возвращаюсь. Она так утихает, утихает, потому что быт вам сразу дает о себе знать, правильно? И для меня очень важно в моей жизни то, чтобы разницы не было. Чтобы, в общем-то, вся моя жизнь называлась моя жизнь, а не духовная жизнь и бытовая жизнь. Поэтому такой упор я делаю на практику, и вся эта практика будет на второй день. Все эти вот там, как гладить свое тело, как с ним разговаривать. Мы с Маратом сценки подготовили. Не только те сценки, которые были в Питерске, а немного уже другие. По работе с телом. Так вот о чем я. И вот эта разница, да? У нас есть личность, которая направлена и работает по механизмам, что снаружи все опасно. И личность, которая работает по механизмам, это все другое. Мне интересно, хочу узнать, хочу понять. Блин, это же так классно, потому что это реально бесконечный процесс игры, познавания, взаимодействия, обновления, изменения интересов, приоритетов и так далее и тому подобное. И вот для себя я в жизни вынесла, когда я буддизмом немного увлекалась, я все время натыкалась на эти фразы, как бы желание плохо. Когда мы в университете учились, у нас было религиовидение, очень классная чвиха была. Она-то вначале нам сказала, вы даже не пытайтесь понять, какая у меня религиозная направленность. И она настолько непристрастна, непредвзято, говорила о каждом религиозном направлении, что это не могло не восхищать. И мне очень понравилось, поскольку тогда я услышала о буддизме, о том, что эго это то, что нужно уничтожить, то, с чем мы боремся. Тогда я услышала эту идею, и того, что желание приносит страдания. Тогда я этого точно не понимала. Еще в девятом классе к нам пришел один чувак-монах-буддист, он зашел к нам на литературу, на русскую литературу, пару фраз сказал. И главная фраза в девятом классе меня ошеломила. Он сказал, главная проблема всего социума, вот всей нашей жизни, это невежество. Оно запало мне в голову. И я до университета, до первого курса религиоведения думала, а почему? Ну, в общем, по факту, почему невежество там? Ну, вот есть там обидчивость, я еще понимаю, почему это проблема. А невежество, что это такое? И потом на первом курсе, вот я услышала, я дальше начала интересоваться, интересоваться, интересоваться. И чем глубже я уходила, и чем больше я проверяла на своей жизни, на практике, я не могла понять, каким образом желания могут причинять боль. То есть да, я увидела, что я этого хочу, я этого не получаю, мне адски больно, мне плохо жить не хочется. Ладно, да, вот здесь я понимаю, что это причиняет боль и страдания. Но почему от желаний в корне нужно отказаться, я не понимаю. И вот сейчас, после всех этих изменений у меня, и опытов, и бла-бла-бла, все, что там есть в видеороликах, я все выкладываю. Для меня точно так же осталось важным, что вот желание, да, вот любопытство, интерес, желание, если это на корню задавить, то уходит мотивация к жизни, интерес к жизни, да, уходит, любопытство уходит, желания исчезают, эмоции и чувства тухнут, гаснут, снижаются. Наступает нечто похожее на умиротворение, нету желаний, чувства и эмоции стихают. Однако, мы находимся вот в этом моменте, практически умиротворение. По всем моментам, если прочитать, да, там написано, там мысли, даже мысли уходят. Все классно, все совпадает. Да, я проживаю вот такое состояние, все круто. Выхожу на кухню, готовить чай, заходит бабушка, я испытываю раздражение на нее. Думаю, да ну как-то, ну ладно, 90% времени у меня же умиротворение, все классно, все офигительно. А главное, там по всем галочкам написано, я проживаю это состояние, значит, все круто. Раздражение куда-нибудь денется, интегрируется само. Мама, затем мама приходит, затем папа приходит. И все больше и больше мы начинаем замечать, что у нас рождается раздражение и недовольство на разных людей, на разные ситуации. И когда мы это выражаем, мы этого не замечаем. Вот чем мне нравится слепая зона. Это тем, что когда мы ставим себе запрет на что-то, я вот ее хочу глубже, чуть попозже, ну вот там через 10 минут, я сейчас ее глубже разберу, сейчас я хочу вот с этим закончить. До умиротворения, о чем я говорила. Сейчас. Мы делаем решение задумываться, не задумываться. Постоянно. Задумывание. А, вот, да, точно, желание, желание, желание. И вот сейчас, если моя личность настроена на то, что весь мир опасен снаружи, да, предположительно, а значит точно, тогда любое мое желание, любой мой интерес, любое мое любопытство принесет мне разочарование, боль и страдание. И если, с другой стороны, таможня, все есть я, интересно, любопытно, рождается огромнейшая сила понимания себя и другого существа, тогда желание, интерес вместо боли и страданий рождают вдохновение и творчество. И это я, ну, как бы, вот я-то проверяла на своей жизни, чтобы понять. Ну, вот без опыта мне неинтересно, то есть бла-бла-бла, оно остается бла-бла-бла. А я все время проверяю это на опыте либо на своем, либо вот появился Марат, который уже засыпает. Вот. И мы проверяем это на опыте обоих, когда он согласен, естественно. За сникерс. А я за баунти работаю. Вот. И тут очень важный момент. Я сейчас хочу рассказать про образование боли, да, это больше 10 минут, наверное. А потом про слепое пятно, потому что, ну, вот про слепое пятно хорошо говорить после того, как я объясню про боль. В исследованиях с людьми, в работе с людьми, вживую или на расстоянии, там, вот этих вот, на расстоянии, не в смысле экстрасенсорно, а в смысле в Аське, ВКонтакте, там, через почту. Я два года, когда не могла никуда выйти, я только работала в Аське и помогала людям понять себя, там, через вопросы, через простые вопросы. Потому что когда-то мы с Леславом обнаружили метод Сократа, но новый велосипед мы не изобрели. Просто увидели, что сам вопрос содержит в себе ответ. Если уточнять каждое слово вопроса, то можно прийти очень просто, быстро и легко, как в алгебрическом уравнении, к ответу. И пока ты приходишь к ответу, рождается телесный опыт. Офигительно, оказалось все просто и круто. Так, умиротворение и боль. Да, я вот сейчас держу умиротворение и боль, чтобы понять, как именно об этом говорить сейчас. Потому что вот для целостной психической структуры, как я увидела, умиротворение — это нормальное, естественное состояние. Умиротворение не то, при котором теряют, то есть гаснут эмоции и чувства. Умиротворение не то, при котором становится там «да, хорошо, эти люди просто существуют, да, окей, ладно, ты что-то кричишь мне матюками?» Вот это твой путь. Нет умиротворения. А умиротворение как состояние глубинной тишины, на основе которых потом начинают рождаться эмоции, чувства, желания, цели, интерес. Но так как здесь нет боли, то вместо страдания мы получаем в нервной системе огонь творчества. Когда смотришь на что-то, видишь невероятную красоту, всякой фигне. Поэтому вот творческим людям здесь проще. Фотографы — это вообще офигительные люди, сама снимаю тоже. Ходишь, у меня там была мыльница за 65 гривен. Не знаю, сколько это в рублях, на три, да, или не сколько умножить? На четыре? Да, 280 рублей. Мыльница. Я ходила и все снимала там, веточки там, вот так вот, вот это. А тогда не было цифрового, это были пленочные. То есть я понимаю, 30, там два кадра. А-а-а, мир беспредельный, 32 кадра. Как это все вместить, ну реально? И ты думаешь, ладно, расставляем просто приоритеты. Я люблю травинки, веточки и восходы. Окей. Выходишь. Выходишь утром в поле, а там еще коровы. Половина пленки на коров. А остается там три кадра. Думаешь, ну все, я не трогаю, не трогаю, не трогаю. Может быть, что-то классное будет. Идешь там, ступеньки. Ступи. Три кадра ушло. Поэтому здесь творческим людям намного проще увидеть это вот, этот почувствовать, этот творческий огонь. Когда из умиротворения, то есть благодаря тому, что телесно мы проживаем умиротворение, мы способны видеть красоту, ну абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Ступеньки, обоссанный бомж. Это отдельная тема. При этом это ощущение красоты не ограничивается. Ступеньки там, а я здесь. Абоссанный бомж там, а я здесь. Оно рождает интерес, понимание. Как эти ступеньки вообще так существуют? Как этот человек пришел к этой жизни? Что мы классно нашли в Питере, пока была встреча, это в этом моменте, если у вас присутствует отвращение и презрение к бомжам, обоссанным, вонючим, да, лежащим рядом с Макгональдсами или еще в других местах. Если вы к чему-то в мире испытываете отвращение или презрение, это значит, что там, внутри себя, если вы окажетесь на этом месте, вы себя так ненавидеть будете, что вы благодаря этому отвращению и презрению держите себя на расстоянии от этого, чтобы даже не видеть этого, потому что, когда мы испытываем отвращение, ну, мы с этим не взаимодействуем, правильно? Да, то нужно еще научиться, как бомжам сказать, что это. Вот. Это очень классный момент, что по отвращению и презрению, вы пишете, чего вас отвращает, и к чему вы испытываете презрение, там, за слабую силу духа, там, вот, не справился, а вот, вот, мог бы, там, или, эээ, фу, ооо, цветами пахнет, да. То в этом моменте, а это часто, ну, хорошо, бомжи – это общее, то, на что многие реагируют, да, там, ой, подальше отойти, или там, заходит человек в маршрутку, от него, ну, буквально пахнет, да, ну, в смысле, не пахнет, но воняет, и сразу так все так отодвигаются, и все сразу работают слаженно в маршрутке, они моментально тюльками соединяются, чтобы здесь было расстояние. Вот оно, единство проявляется, да. И по этим моментам можно видеть, где вы себя ненавидите тотально, капитально ненавидите. Потому что часто смотрят на коллег, да, или вот, стоит, да, скажем, да, стоит сломать ногу, и сразу с тобой начинают носиться, как будто вот, ну, это вообще, да, и думаю, вообще-то ничего не изменилось, просто нога сломалась, а все остальное осталось. Да, и нога осталась. Да, и нога, но бывает там под... И даже наступать на нее может. Вот, и все круто. А люди говорят, я не могу на это смотреть, не могу на это смотреть. Ну, как часто бывает, мы отворачиваемся, когда идет какой-нибудь человек с какими-нибудь уродствами, да, там, не знаю, ожог на лице, на все лицо страшно, там, третьей степени, шрамы невероятные, и мы отворачиваемся, не хотим смотреть. Это такой охренительный звоночек, где надо работать, где надо просто понять себя. Потому что если вы окажетесь в этой ситуации с обалденным ожогом, шрамами на все лицо, как сильно вы сможете любить себя, смотря в зеркало каждый день? Кто может 100% сказать, я буду любить себя и дальше? Ну, вот после каких-то травм мы понимаем, хорошо, внешняя оболочка, неважно, как она выглядит, да, она не главная. Но не в этом же суть, не в том же, чтобы обесценить внешнюю оболочку. Типа того, что, ну, хорошо, у меня лицо все в шрамах, но у меня есть внутренняя красота. Ну, так я не понял. А увидеть красоту и в этом, увидеть и почувствовать нежность к себе в этом моменте. Поэтому вот отвращение и презрение находите эти сферы и просто понимайте, почему, почему, если вы окажетесь в этой ситуации, вы не сможете себя любить, или вам будет мало силы или понимания себя любить такой. Ведь это же все еще вы сами. Да, от вас могут отворачиваться другие люди, это их проблема. У вас есть вы сами. У вас есть целое тело, у него есть эмоции и чувства. Когда мы смотрим на красивое, да, на невероятно захватывающее, обалденно там, я не знаю, вот у каждого свое. Назовите примеры, вот то, что захватывает вас. Закаты. Еще. Когда танцуют красивые. Когда танцуют. Еще. Океан. Небо, звезды, облака. Облака. Сосны. Сосны. Огонь. Огонь. Вот. Столько моментов, когда мы смотрим. Что вы при этом чувствуете, когда вы смотрите на детей маленьких? Нежность. Нежность. Когда кто там на облака смотрит? Нет. Что чувствуешь? Восхищение. Восхищение. Деревья, сосны. Силу их. Силу. Океан. Мощь. Мощь и ярость. Посмотрите, сколько ощущений мы проживаем внутри самих себя. Внутри самих. Это же не на деревьях это чувство висит. Мы подходим, такой, здравствуй, Бор, можно я возьму у тебя немножко этого чувства? Спасибо. Эти чувства рождаются внутри нас самих. Для меня в жизни это главная сила, потому что вот этот эффект зеркала, то есть, ну, я понимаю, что… Как же это правильно сказать? Когда вы стоите на море, просто дует ветер. Дует ветер, море сидит, дождик, осень, листья пролетают, пыль, все вот маленькие такие вихри на асфальте кружатся. И у кого при этом рождаются обиды и недовольства на вихрике? Почему вы смеетесь? У некоторых бывает утром просыпаешься, бля, солнце так светит! Или там звездное небо, офигительная романтика! И ты говоришь, да ё-моё, что так луна ярко светит уже достал, слепит просто! Или там, ну вот звезды там такие-то, есть и такие люди, которые и к природе это недовольство испытывают. Да, мы все разные. И вот эта вот стихия, я люблю приводить аналогию стихий, природы, к тому, что всё, что происходит снаружи, для меня это стихия. И я сюда включаю и людей, и ситуации, и взаимодействия, отношения. Всем интересно наслаждаться, чувствовать, познавать и понимать. Смотришь на этот маленький вихрь на асфальте, думаешь, как это так работает? Ну реально, ветер офигительный, а здесь оно фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, раз и рассосалось. Как это так работает? Волны, такая мощь невероятная. Как оно так работает? Как оно устроено? Как оно чувствуется? И чувства мы испытываем внутри себя. У нас есть тело. Когда вы чувствуете радость, вы её чувствуете где-нибудь снаружи. Вот кто чувствует, когда он чувствует радость, он чувствует её снаружи. Ну, может, это поднимет руку. А где снаружи ты её чувствуешь? Вокруг себя. Ну, это электромагнитное поле ты имеешь в виду, да, или что? Ну, не знаю. Ну, может, на холодильнике кусок радости, и у меня кусок радости, так? Ну, сначала, конечно, у меня, а потом... Да, а вот я имею за первый, первичный момент. Когда смотрим на котёнка? Маленького такого котёночка, да. А, кстати, мы в Питере нашли разницу нежности. Офигительная вещь, вот люблю с людьми общаться. Одна голова лучше, а сорок одна намного интереснее. Задали очень правильный вопрос насчёт этой разницы, когда беспомощным... Вот вы смотрите на котёнка, и у вас нежность рождается из какого момента? Часто из жалости. Ну, не давай правильный ответ. Если мы смотрим на что-то хрупкое и ранимое, и понимаем, оно слабое и беззащитное, здравствуй жалости. Ну, мы называем её нежность, но оно же хрупкое, хочется заботиться, хочется сделать все стены мягкими, как в психушке, знаете, чтобы оно, не дай бог, не разбилось, чтобы всё было хорошо. Такая прекрасная нежность, вернее, жалость, которую мы называем нежностью, потому что оно же маленькое, слабое и беззащитное. Если именно по этому фактору у вас рождается нежность к существам, здравствуй жалость. В чём разница между жалостью и состраданием? Не помню, кажется, с Славой мы это обсуждали. Он как-то спросил, в чём разница между жалостью и состраданием? Я не могу понять, что я чувствую. Я говорю, ну, опиши мне жалость. Это вот это, а сострадание? Ну, это тоже вот это. На два слова одна трактовка, когда понятия склеены в одно. Я говорю, есть один какой-то фактор, по которому они разделяются. Так вот, жалость и сострадание отличаются только одной вещью, способностью вашей, способностью воспринимать, осознавать силу этого существа. То есть можно смотреть на коллегу или там на аутиста, ещё на кого-нибудь. И не быть способным видеть внутреннюю силу человека, внутреннюю силу сознания, которое выбрало это тело. Проживать нужно именно этому сознанию опыт. Как часто мы сбрасываем ответственность? Ну как, я тебя бил? Ну ты сама это выбрала. Да, до воплощения. Я тебя изменил? Слушай, милая, ну ты сама меня выбрала до воплощения. Напомните, о чём я только что говорила. Жалость и сострадание. Да, жалость и сострадание. Спасибо. Да, да, всё, я вспомнила, спасибо. И сострадание, то есть вот когда жалость, и мы понимаем, мы не видим силы. Мы не видим силы, мы видим слабое существо. Мы видим беспомощное или более глупое, которое не может додуматься. Что мы сразу начинаем делать? Жалеть. Ещё. Делать всё за него как бы, но одна. Ещё, что сказал? Раздражаться. Раздражаться. Да, что ты не понимаешь? Ещё. Мы учить ещё начинаем. Это как сказать, да, что он не прав. Однозначно. Сейчас я тебе всю правду скажу, да. Не сможет отдавать помощь оказывать какую-то. Да, да. Сделать за него вообще, не просто помощь, а вообще из рук выхватывать всё, не давать ему ничего делать. Да, 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 да. Я это называю, как это, бюро услуг. Когда я вижу человека, да, и у меня рождается к нему жалость, сразу включается, здравствуй, бюро услуг Наташа. Хотите, я сделаю для вас это? А хотите, я сделаю? А я могу перестесь, а я могу сделать так. А как вы себя чувствуете? Может, вот так вот вам будет удобнее? Или вот так, человек, осознанное существо, неудобно, скажет, не скажет, учится ответственности. Наташа, смей, пожалуйста, а материнские инстинкты иногда включаются? Или это тоже жалость? Разница? Сейчас объясню разницу уже. В материнском инстинкте это самое большее проявлено просто. Ты мой маленький, слабенький, беспомощный, да. Учитель, иди сюда, я тебе сейчас, не плачь, все хорошо. До коленка, да ничего, сейчас, 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 сейчас. Вот это вот маленькое, которое разбило коленку, это огромное вечное сознание в теле. Иди сюда, сейчас я тебе, да-да-да-да-да-да-да. Если это огромнейшее вечное сознание в теле, как еще можно реагировать? Вот, вот, кроме вот этого, вот, вот ты маленький мой, беспомощный, тебе больно, тебе очень больно, ты не можешь с этим справиться, да. огромное вечное сознание в теле мы когда дети ну вот ну реально мы больше понимаем и чувствуем чем сейчас это маленькая была я бегала бегала там по деревьям лазила всю себя вот царапины порезы приходишь до моего и ты думаешь где о так все нормально ну как бы заживет все хорошо а бабушка делает а ты думаешь а когда делать и 20 раз подряд по 5 раз на день это там падаешь срываешься с ветки там у тебя по сарапина ну там тут 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 и ты понимаешь даже задумываться вот здесь мы начинаем медленно себя придавать потому что мы начинаем слушать бабушку мы чувствуем все нормально до тела грида кайфово пошли еще полазим оба уж как бы не вздумай ты знаешь там инфекция будет не делай вот этого и этого не делай и этого не делай и и вообще не нервируй бабушку 3 на давление самая спорная тема по предательству себя потому что оказывается ну мы выбираем либо верить себе и своим самоощущениям либо верить бабушки искать ну окей хорошо и прекратить делать то что приносит нам кайф мы вырастаем мы прекращаем делать то что приносит нам кайф почему при аналоге с бабушкой мы выросли мы женились вышли замуж нам чего-то хочется это просит нам кайф мы этого не делаем почему да но мы с этой чужой программы сами соглашаемся когда отказываемся себя слушать верить себе да мы грим ну хорошо я не буду делать то что приносит мне кайф потому что ты от этого счастливее получается я буду страдать я сознательно выбираю страдать давить в себе это творческий огонь потому что ты счастливее от этого будут у вас есть как бы момент волевого решения задуматься насколько отсутствует коммуникация если другой человек ему вполне нормально да что вы между вами любовь представим что между вами любовь отношения и вы ему прямо говорить я не буду делать то что меня радует потому что ты от этого счастлив здесь нужно задуматься кажется получается этого человека делает счастливым мое несчастье как это называется любой говорить в каком месте два свободных существа имеют свои приоритеты интересы свои два в два огромных мира две вселенные и одна вселенная говорит рукой прекращай херней страдать а то я тоже страдаю вместе с тобой это среда говорит ты чего вообще я кайфую кто сказал что ты кайфуешь я страдаю по фигу что ты там перекращать две огромные вселенные без без коммуникации начинают заниматься херней и вот в детстве мы себя предаем очень капитально хорошо я буду верить маме но мама встретит она так мне понравилось как бурхаев где-то писал или было у него в аудиозаписи грит если бы дети самого начала понимали что у родителей есть свои заебы все было бы намного проще если бы не ставили мы их в авторитет на сто процентов здесь я не имею ввиду что нужно прекратить общаться со своими родителями сказать им какие у них проблемы нет потому что было в запорожье очень классно я наоборот за тот момент чтобы налаживать коммуникацию с родителями не из жалости бы вы нихера не понимаете в жизни до не из того чтобы доказать свою правоту как это вы не видите что я имею право на свое мнение главное чтоб ты сам видел что ты имеешь право на свое мнение то не надо будет доказывать никому живешь счастлив все отлично там это год ты очень ненормально кривляешься чё там делаешь игру я счастлива в чем проблема я же не заложу на другую территорию говорю вы неправильно живете он давайте переделывайте свои жизни не на вот пишут я говорю мозг врубаем мозг у вас из тела мозг начинает работать давать вот вот есть мозг я говорю я не отвечаю на эти вопросы потому что пишут реально смешные вопросы там а что со мной происходит а я откуда знаю а я вот чувствую это и это это что значит я говорю я откуда знаю у вас есть мозг есть тело начинайте учиться чувствовать и понимать свое тело для этого у вас есть мозг охренительным элемент в голове невероятный он и задумывается и размышляет и анализирует и комбинирует делать офигительные вещи но в общем то он и на хрустит часто в начале когда долго ним не пользуешься это бывает пугает так вот вернусь сейчас к нежности нет не нежности жалости и сострадания когда сострадание ты видишь силу этого маленького ребенка который бьет коленки да вот для меня например выход такой подойти спросить тебе больно может не больно да хорошо чем тебе помочь это же маленький ребенок в морской там мам там обними меня да они вот это вот беру услуг моментально сразу без запроса иди сюда моя солнце тебе больно да я знаю ну что ты знаешь ты же не спросила его получается когда мы испытываем жалость к другому существу мы автоматом убираем все эти вопросы интерес любопытство я же и вижу свою проекцию более на тебе какие еще вопросы я же вижу свою проекцию более на тебе моей боли на тебе я свою боль очень хорошо знаю поэтому я вопросов не задаю и сострадание когда вы подходите к человеку если у вас есть такое желание и спрашиваете как ты себя чувствуешь что ты чувствуешь они начинаются я знаю что тебе надо сделать и пошли советы а что вообще был запрос что ли опять навык коммуникации и вот в этой нежности в этой нежности есть это тоже такое же разграничение либо вы видите силу сознания это вечность в теле само тело невероятно красивая потому что это такое же сознание как и ваше сознание потому что у нас она одно на всех один пластилин для метра один пластилин вот только надо научиться лепит нормально вот и когда вы способны ведь эту красоту вернее ведь эту силу сознания вы смотрите на человека вы автоматом воспринимаете красоту как знаете этот фотограф до ступи смотрите на человека потому что хорошо на котенка понятно легко смотреть на котенка испытывать к нему нежность это не у всех кстати большие серьезные дядьки не не чувствуют нежности смотря на котят они говорят а где бабло за котенка вот и нежность чувство рождающиеся внутри нас правильно нужно на котенке там прилипает оно внутри нас рождается когда мы смотрим на котенка и вот если вы видите силу сознания силу вечности вот в этой форме вы способны ощущать видеть воспринимать эту красоту как тем ступенечки позже какой ракурс котенок офигеть и потом это расширяете на всю на все сферы своей жизни потому что а какой смысл вот здесь в лифте я обожаю кнопки выхожу захожу в комнату ненавижу всех кто там живет тогда будете жить в лифте очень часто будете ездить в лифте потому что мы обычно выбираем те места где нам более комфортно да где мы можем расслабиться испытывать нежность видеть красоту и наслаждаться будете ездить в лифте мне например понравились поезда вот очень и вот когда вместо маленького беззащитного слабого беспомощного мы сразу вообще вычеркиваем вселенную сразу вычеркиваем этот вот вечность сознания которые получала опыта смотрим на человека и думаем ну мы обычно сразу видим свою проекцию в другом человеке зеркало причем на уровне чувства и эмоций для меня вот самое сильное зеркало это на уровне чувства и эмоций смотришь на человека и черты уже одни черты лица начинают вызывать кучу ассоциаций которые вбрасывают состояние брасывают вбрасывают вас в чувства тоски и грусти и раздражения и обиды бла-бла-бла-бла-бла-бла и смотрите на человека и вы видите там себя что рождается беспомощный славы требует защиты у повернулись к себе и начинайте давать себе поддержку нежность нет мы что делаем иди сюда мой беспомощный слава я тебе дам и поддержку и нежность а сама опять останусь без ничего и когда вы видите красоту когда видите силу мощь океан да океан гроза молния вы способны почувствовать эту мощь эту силу эту ярость способны кто способен почувствовать эту силу мощи ярость когда смотрите на океан гроза там осень и вот эту глубину чувств когда вы видите испытывать это вот глубину чувств да это стихия огромнейшая мощь смотрите на человека это такая же огромнейшая мощь каждое существо это невероятная мощь котенок дерево человек травинка огромнейшая мощь как океан с грозой где-нибудь на пике вершины горы вы смотрите на эту красоту молнии ветер захватывает дух каждый человек каждое существо это вот такая сила и совсем другая нежность рождается когда вы видите вот это вы же не стоите на пике горы дойдут ой бедненькая беззащитная молния ой какая ты слабенькая вы что там сразу чувствуется ярость мощь океан ой ты мой бедненький океан давать обниму сейчас обнимет сейчас обнимет да почему тогда к людям рождается это на людях мы очень сильно сразу начинаю видеть свое зеркало но потому что легче всего видеть на существе своей расы не смысле национальности а раз и поэтому приходим куда-нибудь где нет моей расы где есть стихия океан чтобы насладиться той самой нежностью кожа сатой мощи в силой которая там рождается заходим в маршрутку наташа говорит мощь в каждом сознании лады водители я еще слышу мощь да а вот в этих вот таких вода часто слышу там тупое быдло пик вершины смотрим на океан и думаю тупое быдло где диссонанс в каком месте здесь диссонанс где не срабатывает что-то вообще-то охренительный океан чувствуем тому что охренительный океан правильно мощь и ярость в маршрутке тупое быдло быт и духовность красота смотрите в природе мы спокойно видим и воспринимаем красоту в животных в маленьких детях но там сразу на маленьких детях материнский инстинкт сверхзабота сейчас тебе сделаю психованную уверенную комнату для психов сейчас все будет хорошо и коленки будут здоровы и все потому что я не вижу в тебе мощи не вижу в тебе силы потому что я в себе эту силу и мощь не вижу я смотрю в зеркало думаю ой боже опять снова с утра на себя в зеркало смотри вот что это такое господи зубы чистить как воняет из-за что отлично начала а кто спорит классно зарядка на все 24 сутки часа выходишь из ванной ты уже все знаешь и про себя и по других и смотришь на других это сразу готовить сказать где у них что воняет ну только что на себя посмотрел зеркальность вот один из главных элементов которые мне очень-очень-очень нравится зеркальность все что снаружи чистое зеркало не смысле чистые зеркала только те люди которые они ходят внутренне просветлены там выходит к макдональдс установитесь в очередь подходите к кассе и начинайте тупить и вы сразу увидите что вы зеркало для многих людей мы но очень важный момент потому что не важно для кого вы зеркало да это очень прикольно наблюдать когда мы для кого-то зеркало да и когда это не задевает вы не испытываете дискомфорт и вы не злитесь на того человека который сейчас видит вас не вас а какую-то свою внутреннюю боль когда вы способны по работа в зеркало спросить ну как чё там увидел а не начать его учить да ты видел я только что была твоим зеркалом ты оценил да а что ты понял она поделись поделись побыстрее не понял ты что не понимаешь слушай ну зайди на сайт натальи сельской там есть зеркальная сфера почитай вот смотри я зарубу и начинаете распинаться самый классный принцип это то что все что у нас внутри отражается снаружи а внутри у нас что чувство эмоций состояние чувства эмоций то зачем мы гоняемся всю свою жизнь вот кто готов поучаствовать в маленьком опросе насчет того что самое важное в партнере по жизни самое самое важное не смысл целый список а вот самое самое важное без чего с этим партнером уже не то вообще не то я с ним не буду ну кто задумывался ну а поучаствовать и хочешь они это сразу есть вопрос поучаствовать это смысле понимаете ли вы вот у вас есть или выбор либо вымышленный либо настоящий если настоящий вас не устраивает если одна какая то вещь сейчас сейчас я объясню на какая-то одна вещь поставишь эту вещь в этого партнера то хоть melody вечности ты там в ожогах коллег когда не важно кatic та неважно есть эта одна вещь то хоть вечность и если партнера нету то представляем себе партнера корреку в ожогах пьяницу у но есть одна вещь с легкостью буду с ним хотьrieb лет кто готов поучаствовать чтобы туда давай счастье излучатели и ты рядом с ним чувствуешь счастье а тогда зачем тебе рядом с ним быть в смысле того что если он излучает счастье тогда ты с ним так еще кто готов поучаствовать внести свою лепту в исследование самое самое важно если он будет грубить и будет не очень красив лицом и телом но это будет и это возместит абсолютно все абсолютно все самом партнере в самом партнере когда мы партнере чувствуем тоже что например смотря на море вот это вот ощущение грандиозности до еще давайте он потом перестали можно развивать тот самый кайфовый момент если он развивается потом выравнивается да давай у меня есть один такой друг это настоящий он в каждом моменте настоящий не стопудно и нельзя на него злиться когда он говорит потому что я понимаю что он не давит себе там что-то он на меня сейчас разрушил но это не давит он сказал что ты нахуй я не могу злиться на него хорошо он это высказал и все он это уже не чувствует да хорошо а вот те люди теперь которые поучаствовали в эксперименте до в исследовании добавляем такой момент есть тот вас к ваш кусочек но этот человек даже при том что он развивается например ему самое сложное в жизни это выразить нежность к вам просто вот нежность знаете такую обнять аккуратно прикоснуться нежность будете все еще с ними если он не может этого проявлять к вам нет нет не даже если он никогда не сможет да вообще никогда не сможет да 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 у него там нарушение мозга нарушение мозга он не способен не способен с нежностью к вам прикоснуться вы никогда рядом с ним не почувствуете нежность от него вот тогда этот ваш кусочек работает шоколадки езда эндорфины то есть будет секс будет все без нежности то есть вот я напоминаю да нежность это способность видеть красиво еще да когда ты видишь красоту ты автоматом выравниваешься к тому что из тебя проистекает нежность не та штука которая а маленький беспомощный а нежность нежность когда видя силу красоту человек касается и он касается без жалости без сверх заботы да он касается потому что он видит невероятную силу и мощь вас но нету нежности в сексе не будет нежности но он не будет видеть в тебе силу огромнейшую ну вот в нарушение мозга нет это смысле того что из чего возникает чувство нежности из того что ты видишь в человеке некую беззащитность да и тогда это больше жалость до раздражается огромнейшая забота если ты не види не видишь этой беззащитности я смотря на существо видишь силу ты способен видеть красоту когда ты видишь красоту да это цикла если все связывать так в цепочку но если у человека есть желание есть интерес есть любопытство например у тебя перед трансформировать или как-то может быть да даже просто слово нежность заменить уже на другое но ты заменишь слово а чувство а чувство понятно что чувство это все будет давать нет ты заменишь слово ну смотри хорошо перечисли к чему ты испытываешь сама нежность например ты то что ты кто к чему ты испытываешь нежность и всегда видишь красивым взаимосвязан то есть если человек не будет видеть красоту в тебе нежности уже не будет или может быть нежность без красоты он тебе чувствует нежность но ты для него некрасивая значит условия на близость стоит боль на уровне близости доверия более идет до это значит что он видит красоту он доходит только до восхищения там дальше на уровне близости именно близости и телесной а именно душевной близости стоит предательство боль и вот поэтому дальше восхищение не пойдет то есть после вот тут должна быть рождаться целый нектар на восхищение сила торжество нежность вот все нас в такой момент соединяется и вот красота увидит восхищается при этой красоте нужно чтобы рождалась нежность а он просто восхищается то есть вот вот как мы восхищаемся картинами до микеланджело там леонардо да винчи зато католические вот для меня католические храмы это просто фонарить можно то есть вот я стану и буду смотреть и проистекать нежности на асфальт а если близость перекрыта то для меня не будет нежности в этом то есть я не буду испытывать нежность к этому католическому храму это просто строение дистанцирование это просто строение я восхищаюсь каждым моментом до каждым изгибом я восхищаюсь гениальностью всей структуры но это просто строение давайте делаем перерыв на 10 минут я дальше продолжу по про это же кей